Ведь вы даже в течение дня редко, когда лично думаете о себе, редко, когда обращаетесь к себе, к личности, вы просто имеете в памяти, что вы такой-то и такой-то, и что вы индивидуальность и личность. То есть есть в памяти вот это ощущение присутствия, плюс я, плюс тело, плюс имя, плюс какие-то качества. Это в памяти есть. Но когда вы разговариваете с кем-то, заняты какой-то работой, увлечениями, у вас внимания вообще этого не касается. Пока не угрожает ничего вашему образу себя, вы на это внимания не обращаете. Может быть только тогда, когда там, я не знаю, что-то болит, когда вас личное пространство нарушает, то есть когда то, что вы считаете своим, на это посягаются, тогда вы как-то… А вообще, в принципе, вы не воспринимаете, ведь каждый говорит, вот там я ощущаю тело. Да вы не ощущаете тело, собственно, вы ощущаете только мысль о теле обычно, и то не всегда. Потому что вот, ну как, вот вы сидите сейчас, вы не ощущаете своё тело. Вы можете потрогать, но это будет как раз-таки попытка дуально воспринять это тело. Так просто вы не воспринимаете своё, если там ничего не болит, конечно, да, и если вы специально на это внимание не направляете. Точно так же и естьность. То есть просто внимание, оно не схватывает вот эти вот идеи, и, соответственно, это не воспринимается. Но в памяти остаётся. И поэтому, когда происходит, когда внимание расслабляется, когда, ну, по сути-то, расслабляется, то есть когда оно больше ни на что не опирается, внимание не может ни на что не опираться. Оно вот схватывает вот эту концепцию себя. И вот вы… Поэтому, когда, допустим, человек сидит в медитации, он просто не воспринимает вот это всё, ну, и там мысленные какие-то концепции о времени, там, работу, но он, у него внимание, оно остаётся в концепции себя. Это просто вот… Потому что, во-первых, привычка, во-вторых, он себя этим считает. И, в-третьих, что внимание нуждается в точке опоры. И, соответственно, он в лучшем случае в медитации реализует вот эту чистую естьность. И это, на самом деле, хорошо, потому что это более свободная концепция. Но, в принципе, я об этом… Не об этом говорю, вернее. О том, что вы ничем не являетесь. То есть, мои указатели, они ориентированы на то, чтобы оставить любое схватывание концепции себя. И проще всего вы можете… Вот каждый, наверное… Ну, кто, допустим, в чате там присутствует, читает, но не практически не делает, тот, конечно, и, собственно, не придёт к пониманию. Ну, там простое упражнение было. Когда вы концентрируетесь на любом предмете, можете прямо вот сейчас, допустим, взять там какой-нибудь предмет, на кончик носа там, я не знаю, когда вы полностью внимание в это погружаете, у вас нет восприятия никакого, ни присутствия своего, ни отсутствия, ни естенности, ни я, ни тела. Эффективность этого упражнения прямо пропорционально силе концентрации. Кто, ну, не может сильно концентрироваться, допустим, у вас есть какие-то увлечения, когда вы делаете работу, которая вас увлекает крайне, да, он нравится, вы тоже себя не воспринимаете. То есть, это просто показывает, что восприятие происходит за счёт внимания, и что вы прекрасно можете обходиться без этого восприятия. И вы даже, вот на чём основан этот отдых? На том, что внимание отвлекается от тягот собственного присутствия. Каждый хочет забыться, по сути-то, разными способами. На это направлены медитации, мантры, сон, алкоголь, там, игры, фильм, Ну, короче, всё развлечение, оно просто как раз этот механизм задействует. Вы отвлекаете внимание от концепции себя, и вот это отдых. И это расслабляет, потому что... Почему концепция себя настолько тягостна? Потому что вы просто этим не являетесь, но вы себя этим считаете. Сам факт ложности вот этого утверждения... Вы, допустим, не считаете себя там вот этим термосом, и вы можете на него смотреть сколько хотите. Это не вызывает отождествления, и тяжести никакой не вызывает. Но вы считаете себя этим, но по факту вы этим не являетесь. Ну, то есть, там, я-мысль, присутствие. Так как вы с этим себя отождествили, вы себя ограничили. Это есть отрицание истины, факта. И это вызывает вот эту тяжесть, напряженность и так далее. Более широкая концепция естьности – это сад читананда. Почему это блаженство переживает? Потому что это не связано ни с чем конкретным. Но само по себе оно есть тоже временное переживание. Ну, то есть, просто вот сам факт отрицания истины, отождествления с естностью, с присутствием, вызывает тяжесть просто потому, что это отрицание истины. Вы этим не являетесь. И страх. Страх потерять это отождествление. Возникает тоже. Вы не боитесь потерять термос, потому что вы с ним себя не отождествляете. А тело и присутствие вы считаете собой, поэтому страх возникает. То есть, это просто вот надо понять, то есть, на что нацелено освобождение, от чего вы вообще действительно хотите освободиться. И это подсознательно, этому кодексу, направлению поиска следует абсолютно любой человек. То есть, он может думать, что он там ищет какого-то бога. На самом деле, он просто этого ищет. Он хочет забыть свое ощущение отдельного присутствия в целом, чтобы оно вообще в принципе не возникало, и чтобы это ни от чего не зависело. То есть, чтобы не надо было концентрироваться на каких-то предметах, на мантрах, на сердце, на чем угодно, чтобы не надо было наркотики принимать или там еще чего. То есть, по сути-то, помощь человеку, вы можете помочь человеку, только когда избавите его от необходимости помощи, от необходимости искать и нуждаться в помощи в дальнейшем. То есть, то, что вам просто должны понять, что такое весь вот этот поиск как таковой, на что он нацелен. Потому что все вот эти ширмы красивые, концептуальные, там, допустим, религиозные устремления, плюс, допустим, какие-то югические древние, они красиво вуалируют вот эту простую истину. Вы хотите забыть свою идею и отождествование с не собой, с тем, чем вы не являетесь. Это же есть забывание этого, да, то есть, невнимание означает на самом деле отсутствие, потому что, ну, допустим, когда нет внимания у вас, разве для вас что-то существует? В глубоком сне разве для вас вообще Вселенная существует ли? То есть, просто отсутствие... Вот я всем рекомендую сделать упражнение с концентрацией и затем, вот вы мощно сконцентрировались, и затем попытайтесь вспомнить себя. Это будет контраст. Влад, вот Влад, он это понял, у него это как бы сработало на практике, как говорится, он ощутил, насколько, как появляется концепция себя из отсутствия этой концепции, и как это переживается, как восприятие некого ментального объекта. Концепция себя загружается, потому что внимание на это направилось просто. Ну, то есть, вот вы смотрели на объект, а потом, ну, типа, всё, работа кончилась, там игра кончилась, началась там серьёзная жизнь, и внимание вернулось к тому, что оно считает собой. И это стало реально... воспринялось как реальная напряжённость, напряжение, которого не было до этого. То есть, не восприятие концепции себя, это свобода от себя, а восприятие это вот то, что есть по сути ограничение себя. Нелли, а можно там попросить, может быть, девушке потише немножко будет? Просто какая-то просьба. Вот, и это первый очень важный нюанс, то есть, понять, что вы ищите на самом деле, что ищется, да, как это возникает, как схватывается концепция себя, на контрасте посмотреть. Это, как бы, просто каждый может сделать сам. И, соответственно, понять, что внимание, не направленное на концепцию себя, равноценно отсутствию этой концепции, не восприятие равна... С памяти это сотрётся просто потому, что к этому нет больше внимания, нет... Вот только периодическое внимание к чему-то поддерживает вот эту вот концепцию себя. так же, как, когда вы пытаетесь там пребывать в я-мысли, концентрироваться там, выполнять какие-то практики, вы эту я-мысль, вы её сами создаёте и сами усиливаете, питаете и поддерживаете, по сути. Это... Поэтому ничего у вас, собственно, не может реализоваться. Вы создаёте эту концепцию себя, и вы на неё концентрируетесь, вы её как бы держите живой, актуальной там, и... Но когда понято, что это концепция, что это не вы, что вы просто это воспринимаете, и тогда становится возможным... Интернета нет, да. Включи экран, может. Тогда становится возможным просто... Что мы сейчас и сделаем, собственно, просто хочу непосредственно на практическом опыте. Просто отпустить вот эту... Да, всё нормально. Надо, чтобы экран не газ пуст. Займись этим тоже. Отпустить вот эту концепцию. Вот давайте просто... Вот сейчас действительно это лучше всего. Это непосредственный опыт. И это не должно быть для вас уже чем-то таким новым. Просто отпустите, оставьте любые восприятия. то, что вот вы не считаете собой мысли, идеи, там, концепции. Просто не держитесь, не хватайтесь. Можете сказать, отбросьте, можете сказать не держитесь, не смотрите на это, да. Там мысли, ощущения, желания. ПОДПИСМЕНТЫ МОНИТА ПОДПИСМЕНТЫ Продолжение следует...